Ленинградская область Словно одним из важнейших событий уходящего года в системе образования стало принятие федерального закона в образовании Российской Федерации. Он принадлежит 29 декабря прошлого года за номером 273Р. И уже с 1 сентября этот закон вступит в силу. То есть с 1 сентября, с нового учебного года, мы все с вами должны будем жить по новым правилам. Я хотела бы обратить на некоторые вопросы этого закона особое внимание. Мы много и долго обсуждали проекты. Большое всем спасибо, кто принял в этом участие. Поэтому я не буду останавливаться подробно на всех новеллах. Затрону лишь те содержательные аспекты, которые непосредственно затронут школьный, муниципальный и региональный уровень образования. Вначале я хочу остановиться на институциальных новеллах федерального закона. В частности, новым законом изменяется уровень образования и классификация образовательных программ. Образование подразделяется на следующие виды. Общее образование, профессиональное образование, дополнительное образование и профессиональное обучение. Общее профессиональное образование будет реализовываться по уровню. К общему образованию в качестве первого уровня будет отнесено дошкольное образование и, соответственно, привычные нам ступени начального, основного и среднего образования. Это обуславливает принятие государственного образовательного стандарта взамен действующих федеральных и государственных требований к уровню дошкольного образования. Я хочу обратить внимание, что уже сейчас работает группа под руководством Александра Коковича-Осмолова, разрабатывающего стандарт дошкольного образования. Я приглашаю всех активно включиться в эту работу. Информация о рабочей группе размещена на сайте Министерства образования. Есть план работы, есть план общественных обсуждений, где каждый заинтересованный может принять свое участие. Это действительно очень важный шаг. Мы должны понимать, что это серьезное требование и к нам, к системе образования, и серьезный ориентир для родителей. Фактически мы пытаемся создать стандарт, достижение которого родители в праве потребуют от государства. Следующее изменение коснулось профессионального образования. Из числа уровня профессионального образования исключено начальное профессиональное образование. Оно структурно и содержательно входит в систему среднего профессионального образования в качестве отдельного вида образовательных программ. Программ подготовки квалифицированных кадров у службы. Означает ли это, что ПТУ должны прекратить свое существование с 1 сентября? Нет. Они должны быть переименованы, либо, если это условно и целесообразно, присоединены к учреждениям среднего профессионального образования. Конкретные формы и способы определяет учредитель и регион, в зависимости от тех реальных потребностей, которые есть. Новым уровнем профессионального образования становится еще третий уровень высшего профессионального образования – это подготовка кадров высшей квалификации. В настоящее время это послевузовское профессиональное образование, аспирантура, адъюнтура, ассистентура, стажировка и артизатура. Для этого уровня также будут разработаны федеральные и государственные образовательные стандарты, и по завершении этого уровня человек будет получать документы, которые дают ему право работать в качестве преподавателя высших учебных заведений. Это не означает, что не будет происходить защита диссертационной работы. Она будет происходить в том порядке, который будет установлен законодательством о науке. Также прошу обратить внимание на статью 12 федерального закона, который подробно регулирует вопросы, связанные с образовательной программой. В этой статье представлена не только классификация образовательных программ, но и регулируются вопросы разработки образовательными организациями образовательных программ. Данные изменения повредили за собой пересмотр типологии образовательных организаций. Тип образовательной организации определяется не произвольно, а исходя из образовательных программ, реализация которых является основной целью их деятельности. Я напомню, что в действующем законодательстве в основах классификации заложены разные принципы. Контингент обучающихся, условия реализации образовательных программ, уровень реализации образовательных программ, направленность. Так, например, в соответствии с новым законом, общеобразовательной организацией будет признаваться организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по программам начального общего, основного общего или среднего общего образования. При этом закон выделяет такую организацию дополнительными возможностями, правда, реализовывать образовательные программы дошкольного образования, дополнительного образования и программ профессионального обучения. Одновременно с введением новой типологии упраздняется деление образовательных организаций в рамках одного типа и вида, то есть деление на лицеи, гимназии, школы, колледжи уходит. Вопросы изменения уровней видов образовательных программ и типов образовательных организаций вызывают сейчас наибольшие вопросы со стороны педагогического сообщества. В связи с этим я хочу обратить ваше внимание на статью 108 федерального закона, которая определяет переходные положения, обеспечивающие плавное введение федеральных законов действия. Во-первых, указанной статьей укрупляется тождество существующих и вновь вводимых уровней образования и образовательных программ. И это означает, что уже с 1 сентября 2013 года обучающиеся должны быть переведены на обучение по образовательным программам, предусмотренным новым законом. То есть у вас должны появиться в образовательных преждениях соответствующие приказы. Во-вторых, федеральным законом установлен достаточно большой срок для приведения уставок и именования образовательных организаций в соответствии с нормами нового закона. Данная работа должна быть завершена до 1 января 2016 года. Практика показывает, что в течение трех лет в устав образовательных учреждений по-любому вносятся изменения. И вы сможете эту работу синхронизировать с изменениями, связанными с приведением уставов в соответствии с законом образования. Важно обратить внимание, что при переименовании тип образовательной организации указывается с учетом ее организационной формы. Что это означает? Например, если учреждения реализуют общеобразовательные программы в качестве основной и являются бюджетными, то в качестве примера ее наименования может быть следующее. Муниципальные, бюджетные образовательные учреждения. Многих волнует вопрос, а может ли сохраняться в наименовании образовательного учреждения на такие названия, как гимназия, лицей, центры образования. Все эти наименования могут быть сохранены у образовательного учреждения. И в этих целях федеральным законом предусмотрено, чтобы наименования образовательной организации могут использоваться наименования, указывающие на особенности осуществления образовательной деятельности, то есть на уровень или направленность образовательных программ, на интеграцию различных видов образовательных программ, на содержание образовательных программ, на специальные условия их реализации или особые образовательные потребности обучающихся. А также на дополнительные функции, которые связаны с предоставлением образования, такие как содержание, лечение, реабилитация, коррекция, психолокопедагогическая поддержка, наличие интерната и так далее. Что означают эти изменения? Эти изменения означают, что в рамках одного образовательного учреждения могут реализовываться программы различной направленности и углубленности. То есть в рамках одного образовательного учреждения могут быть реализованы программы для гимназического уровня, с углубленным изучением, например, предметов естественного математического цикла и программы для детей с особыми потребностями здоровья или для талантов для детей. Все зависит от того, какие потребности существуют у населения, проживающего на территории обслуживания образовательного учреждения. В связи с этим и меняются подходы к аккредитации образовательных учреждений. Если раньше одним из ключевых вопросов при проведении государственной аккредитации был вопрос установления соответствия типу и виду, то есть установления статуса, то теперь эти вопросы не будут предметом государственной аккредитации. После вступления в силу федерального закона образования процедура подтверждения государственного статуса образовательного учреждения больше проводиться не будет. А предметом государственной аккредитации останется исключительно подтверждение соответствия подготовке обучающихся требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. Только это. И очень важно, что при уходе от деления образовательных учреждений на виды изменяется и финансовое обеспечение образовательной деятельности. Теперь оно должно осуществляться не в зависимости от статуса образовательного учреждения, не отнесения его к виду гимназии, лицеи, школы, а будет осуществляться исходя из того набора образовательных программ, которые будет реализовывать образовательные учреждения. И это правило непосредственно закреплено в законе об образовании. Следует также обратить, что достаточно длительный период установлен законом и для переоформления лицензии. Понятно, что вам потребуется изменить наименование программы, вам потребуется изменить лицензии. Этот срок также синхронизирован со сроком изменения устава и составляет до 1 января 2016 года. Далее мне бы хотелось сказать несколько слов об изменении компетенции образовательного учреждения. Это в том числе связано и с изменением требований к содержанию устава образовательной организации, выведением из него вопросов организации и осуществления образовательной деятельности. Эти нормы не будут содержаться устава. В том числе регламентирующих правила приема, режим занятия обучающихся порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся и так далее. В соответствии с федеральным законом об образовании, по всем основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в организации должны приниматься локальные нормативные акты. И при этом, если локальные нормативные акты будут затрагивать права и интересы обучающихся или работников образовательных учреждений, закон устанавливает правило, что при их принятии должно учитываться мнение соответственно советов обучающихся, советов родителей, представительных органов трудового коллектива и так далее. Федеральный закон предусматривает порядка 20 локальных нормативных актов, которые должны быть разработаны и приняты в образовательные учреждения. Такие это акты. Это правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, форма и периодичность и порядок текущего контроля, успеваемости и промежуточной аттестации, порядок создания организации и принятия решений комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений и исполнения. Я напомню, что это новый орган, который предусмотрен в законном образовании как обязательный и задача которого призна решение и урегулированный спор, который возникает между учителями, детьми, родителями, то есть между участниками образовательных отношений. Также на уровне образовательного учреждения должны быть урегулированы локальными актами порядок пользования учебниками и учебными пособиями. Для тех лиц, которые осваивают образовательные программы за пределами образовательного учреждения, порядок оказания платных образовательных суд, порядок удовлетворения заявлений родителей о индивидуальном графике обучения, порядок сетевого взаимодействия при реализации образовательных программ. Я напомню, что в соответствии с новым законом образования каждый учащийся имеет право получить образование не только в рамках образовательного учреждения, но и за его пределами как в учреждениях системы образования, так и в учреждениях других ведомств. И образовательное учреждение должно предоставить его такую возможность и разработать систему, связанную с зачетом полученных знаний и дисциплин за пределами учреждения, либо формой семейного образования. Учитывая, что закон вступает в силу уже с 1 сентября 2013 года, то есть у нас совсем осталось немного времени, поэтому, безусловно, образовательным учреждениям следует активизировать работу по разработке всех необходимых проектов локальных нормативных актов. Соответственно, учредителям образовательного учреждения и региональным αУ помочь образовательным учреждениям в министерстве области производят эту работу и в ближайшее время соответствующие методические рекомендации ВОДС-регионов будет на фравку. Безусловно, соответствующие нормы федерального закона будут подкреплены адекватными актами подзаконного регулирования и в первую очередь актами Министерства образования и науки Российской Федерации. Существенные вопросы организации образовательной деятельности по образовательным программам различных уровней и направленностей будут урегулированы в соответствующих порядках, которые заменят типовые положения. Я напомню коллеге, что с 1 сентября такой документ, как типовое положение, прекратит свое существование. Министерство образования еще осенью начало эту работу. Если вы следите за сайтом Министерства, увидите, что у нас размещен план работы Министерства по разработке подзаконных нормативных актов. Многие проекты актов уже выключены для общественного обсуждения, и каждый желающий может принять в них участие. Под разработку многих нормативных актов, предоставляющих наиболее важное значение для системы сформированной рабочей группы с представительством общественности, широким участием в общественности. И я всех вас призываю активно включиться в эту работу. Верьте, ваше мнение обязательно будет учитываться при создании окончательной редакции нормативного акта. И есть еще один вопрос, на котором я хочу обратить внимание, пользуясь тем случаем, что в этом зале присутствуют руководители региональных органов управления образованием. Это, конечно, та работа, которую должны провести субъекты. В рамках подготовки к введению законного образования в силу субъектам Российской Федерации следует провести анализ всей региональной нормативной правовой базы, регулирующей отношения в сфере оборудования, признать утратившими силу усталевшие подзаконные нормативные акты и внести изменения в действующие подзаконные нормативные акты в цели подпроведения с новым законом, а также принять новые региональные акты. При этом субъектам Российской Федерации рекомендуется разработать и принять новый законодательный акт субъекта Российской Федерации, регулирующий вопрос образования. Так, реализуя свое правомочие по осуществлению законотворческой деятельности, а я напомню, что вопрос образования является предметом совместного введения Российской Федерации субъектов, Регионы имеют возможность существенно развить и дополнить общие нормы федерального законодательского образования с учетом национальных, социально-экономических, географических, демографических и иных особенностей региона. В настоящее время в Министерстве образования и науки уже завершена работа по разработке модельного нормативного акта, который регионы могут использовать, содержащий подробный перечень рекомендаций по его разработке. При этом, при разработке модельного нормативного акта, Министерство руководствовало следующим принципом. Он не должен дублировать нормы федерального закона и должен учитывать особенности системы образования конкретного субъекта Российской Федерации. В заключение хочу сказать, уважаемые коллеги, что по адресу test.ist.mon.ru создана система тестирования на знание нормы федерального закона образования Российской Федерации. Каждый желающий может принять в себя участие. Это не просто тесты, это обучающаяся программа, которая поможет вам понять, насколько вы знаете законы образования, подготовиться к его введению и получить ответы на наиболее актуальные вопросы, которые вас волнуют. Эта система работает в том числе в режиме вопрос-ответ. Я думаю, что каждый желающий по завершению нашей конференции сможет попробовать воспользоваться системой. Адрес мы еще раз выведем. Уважаемые коллеги, спасибо вам за внимание. Я буду готова ответить на ваши вопросы, когда соответствующее время будет для этого отведено. А пока вы их можете отдавать в письменную форму. Удачи!